Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июля, и вот когда я все высадила, все занесла в свои тетрадки, в план, я хочу вам показать, как я вмещаю на своем участке в 7 соток более полторы тысячи корней томатов. Кого-то это действительно интересует, кто-то просто не верит, думает, что я как для красного словца это говорю. Я вам сейчас все покажу, мы пройдемся по участку, сразу извиняюсь, не везде еще я убрала даже стаканчики после высадки, как вы понимаете, это очень сложно, нынче 2000 корней высаживала, но это я имею ввиду перцы и томаты. Вчера вот обрезала, еще листья не убрала, тут же надо и обрезать уже сразу. Конечно, такое количество томатов, чтобы не запутаться, я веду план, вот это, например, поле у меня, тут 500 с лишним корней, и все у меня, я не только рисую план посадки, но еще пишу на этой же странице описание, то есть наименование сортов с точным количеством, чего и сколько. Вот я сейчас покажу, какой коротенький мой участок. А, ну я, чтобы не тратить с собой не носить, сразу скажу, что каждая теплица у меня тоже, план теплицы есть, каждая лунка нарисована и каждая помидорка у меня подписана. Так что сколько у меня, количество я буду точно знать, когда сложу все, пока что я знаю отдельно, сколько в теплице, сколько на улице, все это сложу, потом общее количество скажу. Сейчас мы пройдемся по участку. Участок действительно у меня очень маленький, 7 соток, на нем же стоит и баня, гараж и дом. Куда бы я ни пошла, везде уже край, ну как у меня все граница. Вот видите, где томаты кончаются, где вишни, и там виднеется забор, это уже чужой участок. Вот эта банька маленькая, это уже соседская, это если я пойду вперед, это у нас вот как в длину такой он короткий, вот все. Он у нас в длину, входит только теплица, вот видите, вот уже дом. Только теплица 8-метровая, вот здесь технический проход у меня остается, и там небольшой проход. Так, если мы пойдем в эту сторону, вот здесь, видите там сарай, это тоже уже соседский участок. Между нами рабица, там не видно даже забора, но сарай уже не наш. Вот так вот тоже, только теплица и все. У нас очень мало места. Если в эту сторону я пойду, я сейчас вам покажу, там тоже сразу забор. У меня стоит вот две теплицы, и видите, там вот где возвышается двухэтажка, вот видно железный забор. Там тоже край уже у меня, все. Вот на этом маленьком участке, сейчас я расскажу. У меня вот эти томаты высажены во всех, я же говорила, во всех уголках. И в технических проходах между теплицами. Сейчас я вот развернусь и покажу вам. Вот на этом поле, вот на этом, более 500 кустов. То есть, я сажу грядами. Вот гряда вот эта вот, вот 50 и 50, ну то есть 52 и 52. 100, вот это 100. Следующая гряда, вот эта вот, видите, она далеко-далеко идет. 200. Это вот ранний посев, ну посадка. Это вот более поздний. 300. Ну тут сосчитать очень легко. 400. Вы видите, что между ними большие проходы. 500. Я даже не буду считать тех коротышек, которые вот вдоль теплицы. Но вдоль каждой теплицы у меня еще томатики. 500 мы насчитали. Тут же, вот вдоль этой теплицы, еще две таких же гряды. Тут они еще больше, но чтобы не путаться, считаем. 600, 700. 600, 700. Потом мы пойдем сейчас потихонечку в теплицу. Две теплицы. Одна для раннего урожая, другая после рассада я высадила. Ну, ой, тут привязывать собралась. Чтобы нам не путаться, посчитаем в двух теплицах 300 штук. Там 140, здесь 160. Но тут побольше. Вот прибавляем, что там было? 700, прибавляем еще 300. Это 1000, да? Если я не сбилась. Технический проход между теплицами. Тут еще два ряда. Прибавляем еще 200. 1200. Сейчас мы пройдем к самым последним томатам, который... Так, тут тоже я подвязывать собралась. Так, мы сейчас быстро, чтобы время не терять. И не упасть у меня. Так, выходим. И вот здесь такой закуток у нас. Вот видите, тоже уже забор. Конечно, у меня растут и вдоль теплиц везде. Вот все они уже в помидорках. Их я вообще пока не считаю. Вот было 1200. Вот на этой горе... Здесь я вам буду показывать... Видите, высажен демидов. Здесь я вам буду показывать, как я выращиваю демидов без посынкования, без подвязки. Который будет просто загущено. Шесть штук на одном квадратном метре. Смотрите, какие толстые демидовы. Им на улице очень нравятся. Они вот прям такие богатыри. Но это, конечно, более поздний уже посев. И вот на этом огромном, тоже таком брошенном поле... Тут еще 200, наверное, или 300. Я не знаю. Но 1500 мы уже насчитали. Потому что тут... Вот где маленькие томатики... Тут их вообще много. Вот эти ранние, они уже у нас все в томатиках. Такие красотульки. У меня все записано, но я общее количество еще не считала. Вот вы видите, что куда бы я ни пошла, сюда пойду, забор. Туда пойду. Вот это уже соседские все строения. Это уже не наш участок. Все. Я так сильно ограничена. Туда-сюда мне никуда идти уже нельзя. А вот здесь еще у меня томаты, которые будут ползучие, грунтовые. В грунтовом варианте. Вот тут и хризантема. У меня томаты, цветы вперемешку. Вот все, мы прошли по всему участку. Идти мне сильно некуда. У меня туда за теплицу пойдешь край. Сюда за теплицу выйдешь край. Вот эти вот между теплицами технические проходы я тоже использую. Это для схода снега мы оставляем, чтобы снег скатывался. Все засажено томатами. 1500 штук точно есть. Посчитаю, сколько точно. Но мне кажется, их нынче что-то больше. Около 2000, наверное. А, там еще технический проход. Там 70. На ступенях к выходу, где мы вот, откуда я перегной ношу. Там тоже штук 40-50. Ну, короче, там, там, там. 2000, наверное, наберется. Все. Все способы, все вот методы посадки, схемы, высадки. Видите, они разные. Какие-то сами по себе. Какие-то будут в грунтовом варианте. А, да, кстати, еще грядка-ленивка есть. Там 80 штук за домом. Все это потом я покажу. Просто сейчас у меня не было время. Я высаживала. Вы представьте, в одни руки высадить такое количество. Главное, не столько высадить, сколько подвязать. Вот сейчас стоят колеи у меня. Я еще ничего не подвязывала. Они уже разрослись. Все в помидорах падают. Видите, тут уже томаты у нас вовсю сформировались. Сегодня буду работать весь день на этой горе. И я, знаете, почему-то, это странно, конечно, я уже такие наблюдения давно заметила, что чем меньше, как сказать, они вот сами по себе почему-то лучше растут. Вот эта гора, я сюда захожу очень редко. Ни разу они у меня здесь не болели. Всегда дают хороший урожай. Растут сами по себе. Все, не буду вас отвлекать. Пойду, мне тоже нужно работать. Вот я вам показала примерно, какой мой участок маленький. И как полторы тысячи томатов у меня на нем растет. Все. 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 Все.